всем доброго утром нас 9 часов без 10 мы завтракаем с афанасием кушаем варенички ленивые с сметанкой да афоня сегодня рад что ему не надо в садик да на все вкусы будешь чай или компотик пить компотик так я сейчас ветираю пыль уже в нашей спальне надо еще правда про пылесосить дети здесь в sims пока играют были на рыбалке до поймали одну рыбку и тут пришлось отпустить а этот мальчик что делает расскажи так ты вперед не ложись ты сядь а ты на шпагат отложишься а не садишь а вы не хочет залезть чемодан прихожу лежит в чемодане обалдеть ударился дать лакал чуть-чуть чемоданом вот так вот прихожу он тут сидит в чемодане и едет да куда ты едешь сынок на работу на работу ну и как тебе на работе хорошо можно закрыть да бабушка говорит что раньше была от часов да это шестеренка шестеренка юла крутили везде и на пальце и на везде сейчас вот это придумали ту же юлу придумали вот это а чё а есть же еще электроспиннеры которые светятся да ты чё и взрослые от них я читала вчера на ютубе про вообще как интернет зависимость такая балдеет люди от нее прям и покупают и они там разные же ну да я пока варится борщик на обед здесь уже все кроме капусты и зелень естественно вот это москву пасту сейчас добавлю это чесночок чтобы в конце закинуть а конька пока подъедает мяско которое варилась да сынок как тебе мясо я хочу возьми только руки помыть потом хорошо а супчик а борщик готовится сейчас чуть-чуть осталось лайк 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 афоня кушай лайк а don't запомнила я все извещения а сейчас поеду на почту чтобы успеть до часа в часу а на почте перерыв что-то собирается объедать приехали мы с почты сейчас вам покажу что нам пришло то что мы уже открыли Ну, потому что я по приложению в телефоне смотрела, что должна прийти вот эта вот наволочка на подушку. Мы заехали, сразу купили подушку. Подушка нам стоила 45 на 45, получается 250 рублей. Вот такая вот обалденная наволочка. То есть, ее там заказываешь, высылаешь фотографии и печатают. Качество супер. То есть, это не то, что вот лично у нас заказываешь подушку, на которой просто на как-нибудь на пуговичках вот сюда вот приделывается рисунок. И он какой-то такой супер-пупер синтетический, который потом и не постирать. А тут качество как будто мешковина. Здоровское качество, мне кажется, обалденное. Тебе нравится, сынок, подушка? Да. Мама, а ты будешь будто бодр? Буду будто бодр. Мне один, хорошо? Так что вот такая вот супер-подушка нам пришла. Я очень рада, буду еще заказывать. Качество очень хорошее. Стирать, я думаю, можно. Ничего никуда не денется, рисунок никуда не уплывет. В общем, я обалдею от нее. Еще уже открыла вот такой вот, так как я уже хожу бегать с Григорием на карате, и нам, Гришиной бутылочки, которую мы покупали в Декатлоне, не хватает. Поэтому я заказала еще себе. То есть вот такая вот она пластиковая бутылочка. Крышка откручивается. Откручивается крышка. Откручивается, в общем, крышка. И вот здесь вот такие вот отверстия, чтобы пить. Вот, мне нравится. Ну, не знаю. Запаха никакого нет, все в порядке. Естественно, промою хорошо после китайчиков. И будем пользоваться. Запаха нет. Пластика. И сейчас вот эти все остальные посылки открою и покажу вам, что же тут пришло. Вот в этом вот конвертике были вот такие вот брошки. Летние вкусные брошки. Вот они в пакетике. Сейчас я открою, посмотрим, как они вообще работают. Я вообще думала, что я буду их носить на майку. Но нет, их на майку не поносишь, так как они вот такие вот, как гвоздики. И нужно нажимать. Вот эта вот штука тогда вылазит. Вот. То есть их, я думаю, на джинсовую куртку, либо на рюкзак можно. Такие вот плесинки, яблоко, клубника, киви, банан, ананас. То есть это целый набор таких вот брошек. Оставлю внизу ссылочку, если вдруг кому понравится. Но они маленькие достаточно. То есть, я думаю, вы понимаете. Такие вот они, как хорошего качества, нигде ничего не поцарапано. Как они называются? Как керамические такие. Такие вот. Все красиво, мне кажется, хорошо сделано. Арбузик. Ой, вот еще одна моя пряничная хотелка. Это вот такой вот нож, что ли, для того, чтобы вырезать пряники. То, что я их вырезала обычным ножом. Тут даже, смотрите, сменные лезвия. Тут он такой, как какой-то, не знаю, скальпель, что ли. Вот такой вот он. И в таком чехольчике. Сейчас вам надо вскрыть, посмотреть. Вот, в каждом, по-моему, по пять штучек лезвий. Сколько здесь? Да, по пять. По пять штук сменных лезвий. Вот здесь вот чехольчик. Очень острый, я уже открыла. А теперь одной рукой не могу. Так что теперь буду вырезать прянички. Надеюсь, что этим ножом будет все ровнее и лучше резаться. Он металлический, но достаточно такой легкий. Если честно, думаю, что ручка будет тяжелее. Но нет. Вот еще для кулинарии силиконовая форма. Кстати, тоже без запаха. Нет, немножко-немножко есть такой запах, но он вообще не чувствуется. То есть не так что-то и открыла, сразу китайщиной запахло. Я думаю, что вымоется, выветрится. Это для тортика. Антоха просила на день рождения торт Лего. И я, в общем-то, вот заказала. Такие вот силиконовые формочки, чтобы делать... Мне кажется, даже пироженки можно сделать, да? Такие вот из Лего. Только я не знаю, как они отсюда вытянутся. Либо лед замораживать. А еще, мне кажется, шоколад. Можно заливать и делать такие шоколадки. Шоколадные кубики. Тоже для пряничного настроения. С Китая заказала 50 штук палочек, чтобы уже не выпрашивать в магазине, знаете, для мороженого. Палочки для мороженого там еще были и цветные. Но я все-таки решилась на классические палочки. И были они там разных размеров. Я померила те, что были у меня, и заказала такие же. Так, это же пришел шарик. Заказывала его очень давно. Он долго очень шел. Это будет шарик Человек-паук. Я думаю, вы поняли. Не хочу просто его открывать. На Антохе на день рождения откроем, надуем. Вообще заказывала кафоники, думаю. Но пришло вот аж через два месяца почти. Вот тоже шарики. Рожицы. Я оставлю ссылку. Вы там их посмотрите в интернете. Кому интересно. Здесь, по-моему, 10 шариков разных животных. Тоже не хочу их вскрывать. На день рождения будем дуть. Гляньте, что пришло в таком огромном пакете. И это краситель Америка Color красный. Потому что у меня только розового красного нет. Гелевый краситель. Попробую его в работе. Что-то нужно красное приготовить. Все, вот такая вот гора посылок китайских. Гора пакетов китайских. Я очень рада. Мне очень нравится бутылка и подушка. Я просто обалдею от них. Напишите, где я вот. Пожалуйста, что вы заказываете с Китая. Можете оставить некоторые ссылки. Может быть, мне тоже что-то понравится. И я тоже закажу это. Мне вообще очень понравилось. Вот эти вот все посылки. Очень приличного качества. И хочу сказать, что вот эту вот металлическую лопатку, которую еще вперед, я не помню, показывала Елене, для выравнивания тортов. Я ее заказывала что-то за 100 рублей в Китае. А здесь она у нас стоит 600 или 800 в Краснодаре. То есть разница есть. А там качество отличное. Металл хороший. Ручка деревянная. То есть вообще супер. Поэтому если есть и можно подождать, то лучше подождать посылку с Алиэкспресс. Если уж, конечно, это все нужно очень срочно, то можно и здесь купить. Но если есть возможность подождать, то лучше заказать с Китая какие-то вещи. И они будут качество даже лучше, чем здесь. И дешевле. Самое главное. Так, ну что, Фоньку спать уложила. Вывесила белье. То, что одно постиралось. Это я свое постельное меняла. Блин, да что-то торчит у меня. И сейчас сейчас заложила вещи темные стираться. Хочу убрать на кухне. Я детям купила сыра, чтобы в бутерброды делали. И еще сыр мне нужен для того, чтобы цветную капусту запечь. Мама сегодня купила нам цветную капусту на опте. Я уж не знаю, почем она. Но как раз вот такого небольшого вилочка нам хватит. Вот. Я купила обычную капусту. То, что закончилось. Что еще купила? Помидорки розовые. Булку хлеба. Сметану. Ложу в холодильнике. И, в общем-то, так вот ничего не купила. Знаете, кто это для ее дала? Сейчас только заметила, что дали пакет. Посмотрите, всегда было написано там спасибо за покупку. Или там какой-нибудь значок там BMW. Там что-то такое. Теперь Кубань наша родина. Здоровский такой пакетик. С таким вкусным хлебушком. Натерла я тут раковину. Как смогла. Знаете, после нашей жесткой воды, жестковатой такой куча налета. Но сейчас она, по крайней мере, блестит. Хотя бы немного. Особенно вот здесь вот. Антоша, а это? Ну чего? Нет сигнала. Тут настраиваем телевизор. Старая антенна уже совсем не показывает. Несмотря на то, что мы даже купили усилитель сигнала. И все равно что-то не так. Все время пишут, что нет сигнала. Так что сейчас тут будем что-то химичить. Хоть покупали уже и новый блок питания. В общем, тут ужас, что творится. Что такое, сына? Ты проснулся? Тебе что, на ручки взять? Да. Сейчас возьму. Папуля тут полез. Даже новую антенну пришлось купить. Ой, слепочек у кого-то упал. Да? Да. Я тут траву кашу. А дети тут играют. А, папа! Куда ты пошел? Мама, здесь сидит цирк. Цирк? Головокружительный показатель. Один из наших приемов. А ты куда пошел, Афань? Цирк пошел? Да. Мама, давай один из приемов. Афоня идет. Афонь, подожди. Подожди, мы сейчас маме покажем. Афоня! Застегивайся только, Афонь. Афоня, пожалуйста. Гриш, застегивай тогда, раз он зашел. Риш, застегни ему штаны. Афоня, мы сейчас покажем. Застегни ему штаны, Гриш. Мы сейчас маме, Афоня, покажем. ну пусть он сядет сядь там и сидев и ножки убери гриши застегни это быстро сейчас еще один элемент Нет, так не надо Гриш, на живот не надо У меня мама пресса Все равно, не надо Все, играйте, мама будет косить Еще один элемент Гамрия, плавим его вот так Вот, смотрите Назваться вулкан Еще один элемент У нас есть, да, Андрюшка? Ты видела? Нет Руками? Да, ногами вот так Еще один элемент Самый санкций Ты сильная? Мама Вы в цирке? Еще вот так получается Да, только застегиваться надо В цирке Сидим в гости Вот в этот красивый дом Еще, правда Давите виденевый Правда, он еще не очень красивый Не, ну уже хороший цвет Так, ну что, мы уже дома Фонарики тут нас встречают Обалдеть, как мне это нравится Мам, я хочу Даже я сегодня тут букетик такой собрала Схожу, смотри на палисадник Мне он так нравится И решила себе сделать такой уже палисадник Только на кухне Чтобы не ходить Мама Чтобы сразу пришел, сорвался Из него эту заварку сделал, да? И чай пить, да? Да А что? Это логично Вон, посмотрите, пакетики достань Из этих цветов вроде бы было Я решила на дигляде помыть холодильник Все из него вытащила Полочки уже помыла Под раковиной Осталось разобрать вот это вот для овощей И что еще? Ну и с продуктами здесь разобраться Что уже даже выкинуть нужно В общем, как всегда И заодно сейчас поставлю молоко Литр молока Чтобы закипело И потом еще остыло Для того, чтобы поставить йогурт Все Стоит Вот, чтобы йогурт поставить Чтобы завтра йогурт Хочу с малиной на завтрак сделать Потому что молоко остывает Сейчас еще немножечко остынет Будем уже закладывать йогурт Дети уже спят А я сейчас быстренько Раз уже молоко остыло Поставлю йогурт в мультиварку Я буду готовить йогурт Из вот такой вот закваски Гармония От Багздрава Нам их присылали Пробовать нам очень понравилось И детям понравилось Они прям просят Потому что малина пошла Хочется уже йогурт с малиной Здесь на коробочке Написана инструкция Как что готовить Сами закваски Я храню в холодильнике Каждые по 5 По 5, да По 5 саше И мы просто их добавляем В кипяченое молоко Вот у меня домашний литр молока Добавляем сюда Одну саше Просто размешиваем И разливаем по баночкам Для йогурта Так, высыпаем И теперь все хорошенечко размешиваем Можно в какой-то отдельной посуде Сначала развести эту закваску Вот эта закваска Именно Гармония Написана на литр молока А закваска кефир Например, есть некоторые закваски Они там разные Которые и от 1 до 3 литра Вот кефир даже на 3 литра Мы так заделали И получалась очень густая масса Я могу сказать, что все закваски Получается, можно сказать, йогурты По консистенции По консистенции Достаточно густые Я сейчас все хорошо домешаю Разолью Вот я уже приготовила стаканчики Которые я поставлю в кастрюльку Из-под мультиварки И включаем на режим йогурт Так, ну что, на сегодня все Дети спят Я сегодня прям супер-пупер молодец И покосила И холодильник помыла Что еще сделала? Пыль протерла В общем, я сегодня обалденно рада Вот, так что всем до завтра Завтра будем пробовать йогурт И завтра еще я буду готовить детям смузи Ну и себе, конечно По моему рецепту Который я сама себе сочинила Исходя из той теории Которую мне шеф-повар Мария Преподала, можно так сказать Вот, так что завтра На завтрак у нас будет смузи и йогурт Все, всем до завтра Увидимся, пока Субтитры сделал DimaTorzok